Привет, Гардианы! С вами Джонни Лейни и канал Triple Vibe. Сегодня мы продолжим разбирать эксклюзивные материалы IGN о Destiny 2. В последних роликах нам показали и геймплей за Воид Волкера, и геймплей за Сентинейла, а также показали обновлённый режим Control на новой карте Endless Whale. В этом видео обсудим интересную инфу о саб-классах сиквела, так что устраивайтесь поудобнее. Начнём с уже знакомого нам саб-класса Варлока Воид Волкер. Первонаперво, что вам нужно знать, Блинк остался, и он всё такой же быстрый. После использования Блинка, радар всё так же пропадает на пару секунд, в точности, как это происходит и сейчас в Destiny 1. Также на геймплейном видео мы можем заметить обновлённую или новую воидовую гранату, которая представляет собой что-то среднее между Скаттер Гранейт и Аксион Гранейт. Осколки, похоже, имеют какой-то минимальный трекинг, но держа в уме то, что ни одна Грена больше не ваншотит в PvP, такой трекинг не должен нас пугать. Далее обновлённая ульта Вайд Волкера. Внешне она очень изменилась и теперь напоминает атаку Тейкен Капитанов с этой их чёрной оглушающей воронкой. Кроме того, Нова теперь не взрывается от столкновения с препятствиями, а продолжает лететь, нанося урон противникам. Далее перейдём к геймплею Титана Сентинела. Сразу заметим, что Титан всё ещё выглядит довольно быстрым в горизонтальном перемещении, но помня ранние замечания Банджи о том, что скейтинг у Титана всё же забрали, возникает вопрос, точно ли убрали? Из гранат в ролике замечена Сапресс Гранейт, но её действия на других игроков рассмотреть не удалось. Та самая ульта с щитом, прозванная Капитаном Америка, очень напоминает Сан Чардж или Шолдер Чардж анимацию. Такой же толчок противника. Перемещался в ульте Титан, используя навыки обращения с реликом из Raid of World of Glass, прожимая кнопку удара для более быстрого движения. А здоровье игрока восстанавливалось после ударов по противникам, в точности как у Блэйдэнсера в первой части. Что ж, вот такие два воидовых сап-класса, Сентинелл Титан и Воид Волкер Варлок. Если вы хотите посмотреть полный геймплей на этих классах, в описании к видео вы найдёте ссылку на группу ВКонтакте, где собраны все оригинальные ролики. Ну а в следующем видео, которое уже на канале, мы подробно взглянем на изменения в режиме Control. Так что ставим лайк этому видео и скорее переходим к следующему. Услышимся!